Карамбо ТВ представляет Здарова! Ребят, вы когда-нибудь видели дикие трюки и жесткие падения с велосипеда? Люди ломают руки, ноги, позвоночники, пробивают головы Но это все хуйня по сравнению с тем, что я вам сейчас покажу Можете спокойно вычеркивать из своей памяти всю велосипедную жесть, которую вы видели И готовится лицезреть самой безбашенной, экстремальной и до анальных резей болезненное падение с велосипеда Вы готовы? Погнали! Ебан Ау, блядь, прям через экран почувствовала его боль Нет, ну вы представляете, насколько это больно Бедный чувак По-моему, даже сами чудаки такой боли никогда не испытывали Всем известно, что бесконечно можно смотреть на воду и огонь Я добавляю к списку еще вот это видео А если бы пацан горел и упал в воду, то оно бы вообще было бесценное и попало бы в банк достояния человечества Я думаю, любимая часть видео у нас у всех одинаковая Да-да Тот самый момент, когда пацан скользил на лице по земле Блядь, он, наверное, метра два так протерся Причем упал он на одну только сторону лица Что наводит на охуительную мысль Именно таким образом появился Двуликий А видео, наверное, Бэтмен снимал Давай, Харви, покажи, что ты можешь Ебать, что ты с тобой сделал Вообще, было бы круто, если бы все эти супергерои ругались Я думаю, самым жестким из них Спайдермен был бы Ох, ебать, мои паучьи шары говорят, что где-то куча пьяных баб устраивает девичник Пора опустить в ход свою белую липкую субстанцию Бля, народ, видать, нежный человек, когда России добрался Не, ну вообще, учитывая наш климат, он должен был здесь изначально быть Всегда любил смотреть видео с ним Идет такое вдалеке и дальше идет В общем, зацените Охуенно ведь, да? Снежный человек в России Единственное, что меня взбесило, это работа оператора Ну что, блядь, камеру к ресницам приклеил? Не, ну серьезно Да какой-нибудь дед с болезнью Паркинсона это видео более плавно снял А знаете, что? Это еще не конец Дальше происходит вообще какая-то непонятная хуета Ух, ебать Мужик обнял снежного человека? Это как так вообще могло произойти-то? Представляете себя на месте мужика Идете вы, значит, такие по лесу зимой, никого не трогаете И тут хуяк, снежный человек И вот хуй знает, что делать дальше Может, он вообще как медведь разослится и порвет вас в клочья Обычно медведи пытаются отпугнуть, изобразив из себя огромного и сильного самца Чтобы медведь зассал А тут все по-другому Я понял Этот мужик знает специальную методику поведения при встрече со снежным человеком Чтобы он тебе не навредил, нужно просто обнять его и все Ух, ебать В общем, нам не дано узнать, почему они обнимались Но я думаю, что мужик слева леший И типа он же со всей лесной живностью дружит А снежный человек это его старый приятель, который в Штаты переехал Давно не виделись, вот и растрогались при встрече В общем, если увидите снежного человека Обнимите его Может, ему просто нужно немного ласки В общем, вот это видео, оно уникальное и доказывает, что юмор присутствует везде Даже в передаче про животных Я даже представить не мог, что белка может так четко среагировать Вы только посмотрите на нее Она охуела прям как человек Ебать Честно говоря, это слишком яркая эмоция для зверька таких размеров Ну в смысле, вы взгляните на него Он же крошечный Как будто леопарда вообще ебет такая мелкая добыча Белка ему разве что в качестве зубочистки пригодится Короче, белка, она вроде таких парней, которые вечно преувеличивают свою значимость среди девушек Типа, бля, да вот те телки прям на меня смотрят, им по-любому мой член нужен Да я бы их выебал, как нехуй делать Ну или белка просто резко что-то осознала Блядь, я же белка, какого хуя я вообще на земле делаю? Ну или вообще, эта белка битбоксер закончила свой сет и бросила микрофон Очень давно у нас не было охуительной россиянской рекламы И вот та, которую я вам сейчас покажу, она вообще пиздец Приготовьте ваши глаза Потому что их она будет жечь сильнее солнца И ласкать ваши уши похлеще звука туалетного смыва в самолете Ди-джей, великолепное мороженое с бисквитным печеньем Ди-джей, наслаждайся сколько хочешь Блядь, где можно купить это мороженое? Это идеальная реклама Я вообще не могу представить человека, который не захотел бы это мороженое после такой рекламы Не знаю даже с чего начать Ну, пожалуй, с главного героя этого видео Самого диджей или хрен знает кто он там Не знаю как вы, а я считаю, что это был самый четкий битбокс в моей жизни Бом-диги-бом, диги-диги-диги-диги, ха-ха, чики-чики, оу Диги-диги-дай Вообще чувак так круто вышел на сцену Вот прям четко обозначил, что все самки в клубе его И что в этом видеоролике с кастингом? Ну, в смысле, какого хуя нормальные тёлки в жёлтом на задний план отодвинуты А главную роль играет непонятная толстая тётка? Я не знаю, может реклама очень старая Типа те самые времена, когда быть в теле было модно Когда бабы были чисто по бане, было за что подержаться Когда бабки своих внучек сливочным маслом ложками кормили Ну или всё гораздо проще Главный герой видео начальник завода, на котором производится мороженое А толстовка это его жена Всё сложилось И мне очень нравится их слоган Диджей, наслаждайся сколько хочешь Ну да, всё правильно Я бы, правда, немного его изменил Диджей, наслаждайся сколько хочешь, пока не станешь как она Вы все эти семь дней думали, что ж показывал вот этот чувак? В общем, вот самые прикольные варианты ответов А вот этот самый заебатый, бородатый, охуительный и пиздатый А теперь правильный ответ Правильный ответ Это маленький песик под кайфом А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак Привет, Макс! Привет, плюс сто пятьсот Угадай, что я показываю? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютюбе или вот на это мыло, то, что вы сами хотели бы показать и чтобы это попало в интерактив. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбо выходят эксклюзивные эпизоды Плюс 100 500. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на новые видео, и когда вы встретите снежного человека, он вас обнимет. А если не поставите, то он выебет вас в жопу. В общем, ваша судьба вам решать, ставить палец вверх, подписываться или нет. Ну, я бы посоветовал сделать то, что я вам посоветовал. Это был Плюс 100 500, меня зовут Максим, пока! Мои дорогие любимые геймерятушки, смотрю, вы тут как бабулечки посели на лавочках и обсуждаете текущие новости в ожидании своего любимого сериала, да? Ну, тогда не буду томить вас в ожидании.